Вот такая вот жесть творится вот здесь. Это просто жесть. Это просто жесть жищайшая. Только что ящики из-под снаряда появляются. А вот колода. Вот когда смотришь где-то, так-так, веришь-не веришь. А вот так не своими разными. Где-то уже там будет кого-то. А вот и свет где-то горит. А, это стекло. Стекло даже. Не знаю, проедем мы там или нет. Ой, похоже. О, тут и движения нет. Там, по-моему, на дороге прям перекрыта транспортом. О, это Кадыровец, Зен. Это шутка. Нет, Экс-Кадыровец. Зен, по-моему. Экс. Вон там впереди вообще большая свалка. Так вот тут. А то, наверное, тут нету движения. Цивильная машина подбита. Вот они, реалии войны все. Это цивильный автомобиль. А, есть там он сбоку дорога. Вот вам русские свинособаки. Вот ваша техника. И ваши дохлые солдаты валяются вокруг. Гниют. Вот так вот, как собаться к нам на Украину. Ничего себе, сколько тут ваграмели. И так будет со всеми, кто придет на наши земли. Всех ждет такая же участь. Мрази. Вон их останки валяются. Их руки и ноги. Надеюсь, они положили в карман семечки, чтобы подсолнухи выросли. Их руки и ноги. Колона в сторону Киева. Колона была велика. Была організована заседка. Была разбита голова колони. По попереднім данным, в голове колонии був командир 6-го танкового полка, який був знищений. Хлопці відпрацювали засаду дуже професійно. Человек приїхав 15-го на 2-го в Москву. Результаты заседки – это минус 2 танка, минус БТР и минус особого склада, приблизно 30 человек. В том числе и командир полка.